Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы поговорим об актуальности использования флюоресцентных методов в диагностике и лечении рака молочной железы. Когда же показана эта флюоресцентная диагностика и кому она может быть показана и что это такое? Это метод исследования кровоснабжения лоскутов или определения сторожевых лимфатических узлов, или состояния лимфатической системы верхней конечности у пациентов с постмастектомической лимфодемой верхней конечности с использованием флюоресцентных красителей, флюоресцентных препаратов. И одним из таких препаратов является в настоящее время индоцианин. Он захватывается белками плазмы и дает излучение в определенном инфракрасном диапазоне от 780 до 830 нанометров. То есть для того, чтобы мы определили свечение индоцианина и в связи с этим дали характеристику тканям, необходимо дополнительное оборудование. В мае состоялась академическая школа онкопластической хирургии, организованная Первой клинической онкологической больницей и Сеченовским университетом, где мы представили мастер-класс и на пробации у нас как раз находилось оборудование компании Карл Шторц, видеосистемы Рубина. Особенностями данной видеосистемы явилось то, что есть различные диапазоны работы. Это монохромный режим и карта интенсивности, которая позволяет определить различную степень накопления индоцианина, в частности в сторожевых лимфатических узлах. И, соответственно, определить, какой же конкретно лимфатический узол необходимо удалять. Одним из основных методов определения сторожевых лимфатических узлов всегда считался радиозатопный метод, и он считается самым эффективным методом в настоящее время в определении сторожевых лимфатических узлов. Он требует введения радиозатопного препарата. Ограничением некоторым в использовании радиозатопных методов повсеместно является необходимость радиозатопных лабораторий в соответствии с определенным критериями безопасности по всем правилам проведения радиозатопных исследований. Поэтому не все учреждения могут позволить себе именно методику радиозатопного определения сторожевых лимфатических узлов. Поэтому на смену и как дополнение к такому методу радиозатопному, либо же его замене, пришел метод флюоресцентной диагностики сторожевых лимфатических узлов, который позволяет как раз использованию индоцианина, профилактируя развитие постмастектомической лимфодомы верхней конечности. Методика определения сторожевых лимфатических узлов позволяет максимально профилактировать развитие этого осложнения у женщин и снизить процент инвалидизации и улучшить качество жизни наших пациенток. На Академической школе онкопластической хирургии мы использовали видеосистему Рубина компании Карл Шторц для определения сторожевых лимфатических узлов у больной начальной стадии рака молочной железы. И эта методика позволила нам определить сторожевые лимфатические узлы в различных диапазонах. Мы оценили и провели апробацию монохромного режима, доказав актуальность и эффективность использования данного метода. Мы применили методику оценки карты интенсивности видеосистемы Рубина компании Карл Шторц и увидели, что имеется различное накопление индоцианина. Мне как специалисту, у которого на апробации находились практически все системы в настоящее время для флюоресцентной диагностики, это показалось самым инновационным и то, что я не встречала на других моделях и другого оборудования. Для нас флюоресцентная диагностика чрезвычайно актуальна, как для реконструктивных хирургов. В связи с развитием реконструктивно-пластической хирургии в нашем арсенале есть сейчас огромное количество методик, которые позволяют воссоздавать молочное железо как первично, так и отсрочно. Для первичной реконструкции мы применяем эндопротезы, мы применяем аутологичные лоскуты, мы применяем комбинированные методы аутологичных лоскутов и силиконов эндопротезов, либо экспандеров. Высокотехнологичным методом является методика воссоздания молочной железы с использованием аутологичных лоскутов, в частности, с использованием микрохирургической техники. И вот в этих случаях для нас крайне необходима и чрезвычайно актуальна методика именно флюоресцентной диагностики, оценки кровоснабжения ревоскулиризируемого лоскута. После наложения микрососудистых анастомозов, после соединения перфорантных сосудов и соединения основной сосудистой ножки с внутренними грудными сосудами, мы должны оценить кровоснабжение. Кроме клинических проявлений и оценки кровоснабжения визуального, если у нас имеется дополнительная методика флюоресцентной диагностики оценки кровоснабжения, это позволит нам интероперационно принять решение о возможной коррекции лоскута, избежав тем самым риски послеоперационных осложнений. Поэтому эта методика чрезвычайно важна в оценке кровоснабжения перемещаемых ревоскулиризируемых лоскутов. Также описана методика применения индоцианина и такой флюоресцентной диагностики при подкожных мастектомиях для оценки кровоснабжения кожных лоскутов, которые применяются именно для укрытия эндопротеза. Очень много данных в литературе о применении данных методов, и она тоже актуальна, если хирург сомневается в адекватности кровоснабжения какой-либо части кожного лоскута молочной железы. И это, в свою очередь, может привести к риску развития пролежней, последующей протрузии имплантата. И, конечно, методика флюоресцентной диагностики с использованием различных видеосистем позволяет оценить кровоснабжение этого кожного лоскута, и тем самым интероперационно принять решение о необходимости какой-то дополнительной коррекции этого кожного лоскута молочной железы. Третьим большим направлением флюоресцентной диагностики является флюоресцентная лимфография. Раньше, в конце 90-х годов и начале 2000-х, мы использовали для диагностики лимфодема методику лимфосцентографии. Она и в настоящее время чрезвычайно актуальна, однако методика радиозатопной диагностики несколько ограничена в своем применении в связи с необходимостью наличия лаборатории, которая занимается этой радиозатопной диагностикой. Кроме того, это все происходит отсрочно. Мы сначала выполняем лимфосцентографию, а потом уже принимаем решение о возможности лечения лимфодема. Флюоресцентная диагностика с использованием препарата индоцианин позволяет нам выполнить лимфографию интероперационно, либо же до операции, либо же интероперационно и уже принять решение о конкретных вариантах лечения постмастектомической лимфодемы. Флюоресцентная лимфография позволяет нам оценить и диагностировать вариант лимфотока у пациентки после радикального лечения рака молочной железы в каждом конкретном случае. Эту методику можно выполнять до хирургического лечения рака молочной железы и выполнять после уже у пациентов с развившейся лимфодемой. Тем самым, определив тип лимфотока, мы сможем выбрать определенную тактику лечения лимфодемы в каждом конкретном случае, так как мы знаем, что наличие коллекторного типа лимфотока является показанием для микрохирургической коррекции лимфодемы. Наличие же диффузного типа лимфотока является показанием для применения консервативных методик, либо же хирургического метода, такого как липосакция верхней конечности. Поэтому введение индоцианина для лимфографии позволяет нам получить эти данные и, соответственно, определить показания для того либо иного вида хирургического лечения. Зачастую наши пациенты попадают после радикального лечения рака молочной железы к пластическим хирургам для отсроченной реконструкции. И пластический хирург имеет право выполнить отсроченную реконструкцию, хотя этот вопрос может быть несколько дискутабельным, и, конечно, необходимо наличие сертификата онколога для многих пластических хирургов. Однако же все-таки какая-то коррекция молочной железы уже реконструирована. При отсутствии прогрессирования заболевания позволяет пластическим хирургам выполнять отсроченную реконструкцию больным рака молочной железы. И здесь на помощь им придет именно флюористентная диагностика для того, чтобы оценить состояние кожных покровов, для того, чтобы оценить состояние лоскута, перемещаемого лоскута для реконструкции, в частности, молочной железы. Необходимо сделать вывод, что это очень большое и актуальное направление применения флюорисцентных препаратов и применения различных видеосистем, в частности, применения той системы, которую мы опробировали. И я получила истинное удовольствие интероперационно и удовлетворение от качества видеосистемы Рубина, которую мы применили на нашей академической школе онкопластической хирургии для определения сторожевых лимфатических узлов. Поэтому все самые современные методы мы должны применять в настоящее время в онкологии, в реконструктивной хирургии, для того, чтобы мы получали самые хорошие хирургические результаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова